В России запускают государственную информационную систему «Посейдон», которая призвана в автоматическом режиме выявлять коррупционеров. В этом выпуске расскажем о том, как она работает, хватит ли суперкомпьютерных мощностей для её обслуживания, что вообще сейчас происходит с российским производством радиоэлектроники, а также разберём другие позитивные новости недели. В понедельник был подписан указ о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон». Система в режиме реального времени автоматически анализирует огромные массивы данных – декларации о доходах чиновников и депутатов, контракты, внутреннюю документацию и даже аккаунты в социальных сетях и публикации в СМИ. В случае обнаружения несоответствий, например, когда чиновник явно живёт не по средствам или когда подозрительно тесно общается с зависящими от его решений бизнесменами или иными заинтересованными лицами, система заносит его в отдельный список, который поступает на разработку уже профильным специалистам, а именно в Федеральную службу охраны. Куратором же «Посейдона» назначена администрация президента. Похожая система ранее была внедрена и зарекомендовала себя в госкорпорации «Росатом». В чём-то её можно сравнить с переходами на автоматические камеры фиксации нарушений ПДД, которые беспристрастно анализируют гигантский поток информации, недоступный человеку. С той лишь разницей, что этот поток в итоге замкнут не на региональный, а на высший федеральный уровень, который практически исключает негативный человеческий фактор. Как это будет работать на практике, покажет время. Нас же, конечно, интересует, хватит ли в условиях санкций мощностей российских суперкомпьютеров для обслуживания «Посейдона». Разберём после сводки новостей. Завод «Красная Сормова» спустил на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. В Санкт-Петербурге спущен на воду 8-й пограничный патрульный корабль проекта 22-120, а в Нижнем Новгороде – 15-е по счёту судно на подводных крыльях «Валдай-45Р». Очередной транспортный самолёт Ил-76МД-90А передан в эксплуатацию. В Еврейской автономной области открыт первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай. В Новосибирске заработал крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня. В Сургуте – новая школа. В порту Тамани – опреснительная станция. В Забайкальском крае – производство железобетонных изделий. В Калининградской области завод по утилизации биоотходов. На Урале – производство пресс-форм для пластиковых изделий. В Ярославской области крупная молочная ферма за 1 млрд рублей. В Московской – первая очередь крупного молочного комплекса. Несмотря на амбициозность задачи система Посейдон, по всей видимости, каких-то фантастических мощностей для обработки данных не требует. Куда более сложные физические задачи, включая исследования в области квантовой хромодинамики, изучение свойств плотной барионной материи или расчёты радиационной безопасности экспериментальных установок, решает всего один российский суперкомпьютер Говорун Объединённого Института Ядерных Исследований. Сейчас он, кстати, проходит модернизацию, в результате которой получит новое сверхбыстрое хранилище данных. Также в апреле правительство распорядилось выделить около 2,5 млрд рублей на новый этап модернизации суперкомпьютера Ломоносов, который функционирует на базе МГУ. Напомним, что в конце прошлого года, благодаря вводу ещё трёх мощных суперкомпьютеров Липунов, Галушкин и Червоненкис, Россия впервые вошла в топ-10 стран по суммарной производительности. Так что вычислительных мощностей для «Посейдона» в России точно хватит. Кстати, удушение России запретом на поставки микрочипов тоже пока откладывается. По крайней мере, один из крупнейших мировых поставщиков – Малайзия. Спустя два месяца так и не присоединилась к антироссийским санкциям. А по итогам прошлого года именно это государство вышло на второе место по поставкам в Россию полупроводниковой продукции. Что же касается нашего собственного производства радиоэлектронной продукции, то оно фактически переведено на военный режим, хоть об этом особо и не распространяется. На Рязанском радиозаводе, Воронежском электросигнале, в концерне «Созвездие» и НПП «Радиосвязь» ряд площадок перешёл к работе в три смены. Тамбовский завод «Октябрь» создал новые бригады рабочих и инженеров-конструкторов. Проводятся мероприятия по организации двух- и трёхсменной работы для выпуска изделий, используемых в бортовых радиолокационных станциях, многорежимных усилителях большой мощности на лампах бегущей волны. За работу в этом направлении отвечает Саратовская НПП «Алмаз». А на Кимовском радиоэлектромеханическом заводе ведутся работы по организации второй смены для выпуска магнитов, а также ветрогенераторов, используемых в атомной отрасли. Конечно же, такие возросшие масштабы производства заостряют вопрос кадров. И тут родилось интересное предложение. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступил с предложением по возвращению системы распределения студентов после их выпуска из учебных заведений. В первую очередь это касается программистов. Подобная система действовала в СССР. Идея заключается в том, что если государство за свой счёт обучает студента, то он после выпуска из вуза обязан несколько лет отработать на государственном предприятии и лишь потом волен сам решать – оставаться или менять место работы. В определённой степени это вынужденный шаг, так как и до 24 февраля дефицит кадров в сфере информационных технологий в России достигал 1 млн человек. Теперь же в связи с отъездом некоторого числа специалистов за рубеж увеличился. Направлять обучившихся за счёт государства программистов предлагают на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также предлагается распространить все меры поддержки IT-отрасли на сферу радиоэлектроники, в том числе отсрочку от армии и налоговые льготы. А зарубежным программистам предлагается упростить процедуру получения вида на жительство в нашей стране. Впрочем, нашим государственным умам следует помнить, что воспитывать молодёжь нужно не только принуждением и льготами, но и правильным примером. И нам есть что сказать на этот счёт. Уважаемые друзья, когда мы готовили этот выпуск, нам на глаза попалась новость о том, что наши девочки завоевали 4 золотые медали на 11 европейской математической олимпиаде для девочек, которая проходила в Венгрии. В этой олимпиаде мы участвуем с 2016 года и почти всегда занимаем там первые места. Но в этот раз нам запретили участвовать от имени России и демонстрировать наш флаг. Поэтому девочки сражались индивидуально. И всё равно победили. Все они взяли золотые медали. На торжественную церемонию закрытия девочек тоже не пригласили. Поэтому на сцене были все флаги, кроме российского. К этой пресловутой культуре отмены России мы, в общем-то, уже привыкли. Но, что действительно не укладывается в голове, так это то, почему мы отменили сами себя. Вы заметили, что я не показываю вам фотографии победительниц. По одной простой причине – их просто нет в информационном пространстве. На сайте Минпросвещения в соответствующей новости вместо фотографий победительниц, не имеющие отношения к делу, стоковая фотография ученицы. Дошло до того, что некоторые СМИ для иллюстрации новости начали использовать фотографии с победительницами прошлого года и выдавать их за нынешних. Мне казалось, что наша талантливая молодежь, которая добывает золото для страны, да еще и в условиях жесточайшего психологического прессинга со стороны Запада, заслужила хотя бы элементарного знака внимания. Понятно, что их не пригласят на федеральные ток-шоу, на которых ничего кроме крика как не было, так и нет. Но хотя бы фотографию на сайте министерства девочки заслужили, верно? Можно сколько угодно возмущаться культурой отмены на Западе, но пока мы сами не научимся уважать себя, пока мы сами не заставим средства массовой информации повернуться лицом к народу, ничего у нас не изменится. Надеюсь все же, что такой разворот случится, потому что народ наш этого точно заслужил. Неделю назад мы объявили акцию по сбору средств на гуманитарные грузы для мирного населения Донбасса и освобожденных украинских городов. Хотя наш проект не впервые проводит акции по сбору средств на различные добрые дела, но такого единения народа мы до этого не встречали. Всего на момент записи этого обращения в адрес нашей редакции поступило свыше 2 миллионов рублей, о точной сумме мы отчитаемся отдельно. Более полутора тысяч человек со всех концов страны присылали нам самые разные суммы от небольших в несколько десятков рублей до внушительных в несколько десятков тысяч и сотни комментариев со словами поддержки. Все мы их опубликуем в нашем итоговом отчетном ролике. Это невероятное счастье видеть такое единение наших людей с добрым сердцем. Я прошу вас больше не отправлять средства, так как нам предстоит большая работа по сборке и отправке этих грузов. После того, как мы отчитаемся об итогах этой акции, возможно через какое-то время мы ее снова повторим. Пока что же я хочу сказать каждому из вас, я горд, что мы живем с вами в одной стране, нашей родной и любимой России. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok